Почти 20 лет жители Энгельса пытаются заставить власть их услышать. На улице 2-й Комсомольская вода из канализационных люков несколько раз в год затапливает частный сектор. Огороды, жилые помещения – все это уходит под почти метровый слой воды, а людям в это время приходится запасаться резиновыми спагами и терпением, которого, правда, у них уже не осталось. Из Энгельской Венеции материал Елены Петровой. Сточные воды вместе с фекалиями все прибывает и прибывает. Вот весь огород, 7 соток затоплено, и теперь весь дом. Собственный пруд появляется во дворе Нины Гузачевой с незавидной регулярностью. Говорит, когда затапливает, только резиновые сапоги и спасают. Да и те надо подбирать повыше. Вода иногда доходит до полуметра и даже больше. Вся проблема в системе канализации, которая проходит в нескольких метрах от улицы. Когда идет дождь, люки переполняются. И пока их не откачают, люди живут по колено в воде. Если у них водоканали работают, вот эти КНС-ки, за ночь идет вода, как будто отсосали и все. И ничего нет. Ну, конечно, следы есть, страшные вот эти следы. Но она быстрая и уходит, если КНС-ки работают и отсасывают быстро. А иногда, вот, если у них они не работают, мы можем месяц вот так стоять. Елене сегодня не повезло. Говорит, дома стоит два насоса, и обычно они быстро откачивают прибывающую воду. В этот раз все было иначе. Затапливало так быстро, что кухня, которая находится в полуподвальном помещении, полностью ушла под воду. Пропали все продукты. Еду принесли соседи. Но что делать дальше, Елена не знает. У нас здесь жилое помещение. Холодильник, все, диван, и все поплыло. Я как спустилась, и вот туда провалилась. И первый раз в жизни. И прямо вот хлыстала, прямо вот оттуда вода. У нас два насоса качают отсюда, и еще с другого подвала не справлялись. А у Надежды в дом вода не дошла, но все овощи, за которыми ухаживала полтора месяца, пропали. Как будет зимовать, женщина не знает. Здесь было все посажено, овощи. Видите, вот лук еще не совсем затоплен, там перец, морковь, свекла, все. И основной участок вот картофеля. Все уничтожено, все уничтожено. Я бабка, пенсионерка платила огромные деньги за картошку, семена, чтобы посадить, чтобы жить спокойно зиму. И так несколько раз в год, начиная с 98-го. Местные власти о проблеме знают, но сделать ничего не могут или не хотят. Поскольку все решаемое и единственное, что нужно, это деньги. Их на строительство ливневых канализаций выделять не планируют. Стоимость этих всех работ составляет колоссальные средства. Например, на изготовление одной проектно-сметной документации по строительству ливневой канализации бюджету требуется порядка 25 миллионов рублей. С учетом того, что в бюджете отсутствуют свободные денежные средства, соответственно, можно представить, сколько будет стоить ее строительство. А у людей терпение уже сейчас на исходе. Жители готовы пикетировать здания администрации и даже перекрывать дороги. Потому что сил на то, чтобы жить так и дальше, уже ни у кого не осталось. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.